Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел следующий вопрос. Есть ли уровень дохода, с которого наступает обязанность платить десятину, или ее должны платить христиане с любым уровнем достатка? Объясняем. Во-первых, для православного христианина эта заповедь не так обязательна, как для жителя эпохи Ветхого Завета. Но это не значит, что можно расслабиться и сказать, «Ха, все, можно теперь ничего нуждающимся не отдавать». Потому что Господь дал нам полную свободу в делах милосердия. Но поставил строгую зависимость наше спасение от этих дел. Есть дела веры, есть дела закона. Дел, по которым апостол Илаков говорит, «Покажи мне веру твою из твоих дел», раз ты себя верующим называешь. И поэтому кто-то может дать только две лепты, и это будет все его пропитание, а кто-то может раздать все имущество и следовать за Христом. Помните знаменитую беседу «Господа с богатым юношей». Так что у каждого своя мера. Кто-то действительно раздает все имущество, ходит в монастырь или строит храмы, поволонтерствует, создает фонды помощи разным нуждающимся, в том числе и какие-то приюты для животных. Все, что так или иначе связано с милосердием, это то, что является обязательной частью нашего спасения. Не средством, а уже некоторой благодарностью за то, что Господь тебе дал с лихвой. С одной стороны, объективно спасает нас Господь, с другой стороны, мы должны сделать все возможное для того, чтобы быть достойным этого спасения, исполнять двуединую заповедь о любви к Богу и к ближним. Поэтому если ты в состоянии давать десятую часть своих доходов для тех, кто в чем-либо нуждается, это замечательно, и Господь примет твои копеечки как лепты вдовы. Если ты можешь давать больше, пожалуйста, никто не запрещает. То есть, с одной стороны, мы не должны кровь из носу давать десятина. Бывают такие обстоятельства жизни, когда ты не можешь себе этого позволить. Но какой-нибудь процент всё-таки давай. Один, два. Хоть чуть-чуть, но дела милосердия по отношению к тем, кто не является твоим близким, нужны. Можешь дать больше? Восхитительно. Пусть Господь приумложет ваше богатство. Как мы читаем в молитве в Таинстве Венчания, чтобы у молодожёнов было так много средств, чтобы могли помочь и тем, кто нуждается в них, не только в себя, богатели. Так что не расстраивайтесь, если у вас средств мало. Господь судит по вам не так, как банкиры. Господь судит по состоянию сердца. Есть возможность, допустим, не своими средствами распоряжаться, а организовать какой-нибудь фонд. Организуй, давай, создай эту работу, аккумулируй средства других людей и отдавай нуждающимся. Тоже замечательная деятельность. Будешь таким настоящим добрым почтальоном, управляющим средств божиих. по копеечке взял, а там кому-то крышу поменял, кому-то на операцию помог, кому-то предотвратил от аборта. Так что подумайте, как вы можете улучшать жизнь других людей, даже тогда, когда у вас не так уж и много средств для того, чтобы передвигать горы. Господь примет намерение, которое не осталось намерением, но хоть в каких-нибудь объемах осуществляется. Помоги нам всем, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok